Лучший подарок это, конечно, жизнь. Могилевчанин Денис Грищенко спас из горящего дома двух пенсионеров. Он профессиональный спасатель, лейтенант внутренней службы МЧС. Но это был не рабочий день. Денис Грищенко вышел во двор и увидел, что горит дом. Не было ни аппарата дыхания, ни боевки, так называется спецодежда пожарных, но внутри дома были люди. И молодой человек ринулся их спасать. Пожилая пара вне опасности, а поступок Дениса заслужил и уважение коллег, и восхищение могилевчан в социальных сетях. С обыкновенным героем познакомилась Наталья Ильинич. У меня отец всю жизнь работал в МЧС, поэтому династию продолжил. Денису Грищенко всего 26 лет, и он уже почти 8 лет сотрудник МЧС. Теперь служит в могилевской пожарной части номер 6. Тушить пожары и спасать людей – его профессия и призвание. По началу службы, когда я работал пожарным, было достаточно случаев, когда ей происходила гибель. То есть каждый пожар по-своему переносится уже после окончания выполненной работы к каким-то переживаниям, что у людей, безусловно, горе. Это случилось 12 декабря. Могилев – частный сектор на Тимирязевской. В свой выходной Денис собрался ехать по делам, но… Услышал характерный треск. Вы хорошо знаете этот треск, да? Слышал не раз, да. После чего осмотрелся и увидел горящую крышу. Сразу же позвонил на 101, передал всю информацию, ну и вот побежал к горящему дому. А что чувствовали в тот момент, когда спасали людей? Ну, я, во-первых, не знал, что там находятся люди. И в первую очередь думал, возможно ли там люди и нужна им помощь. Сначала Денис на руках вынес пожилого мужчину, который не может ходить, потом вывел женщину. Позже помогал спасать и ценные вещи. Дом и имущество повреждены, но, к счастью, все живы. Причина пожара, возможно, короткое замыкание электросетей. Спустя неделю в доме, где был пожар, приступили к восстановлению крыши. Его хозяйка, увидев на пороге дома съемочную группу, разволновалась. Другой спасатель мог бы просто пройти, он же не при должности был. Просто мог бы взять и пройти. А этот на руках вынес, на руках вынес. После пожара, призналась Наталья, прошло больше недели, а она до сих пор не может прийти в себя. И благодарит Дениса. Таких людей очень мало сейчас. Желательно, чтобы их было побольше. Спасибо ему, очень большое спасибо. Свой поступок Денис подвигом совсем не считает. Быть спасателем для него – это все равно, что для медика дать клятву Гиппократа. Горит дом. Должен, не должен? Ну, должен. Должен? Ну, я думаю, да. Пожар – вещь беспощадная, они уносят жизни людей. В Могилевской области в этом году случилось более 700 пожаров, в которых погибли 64 человека. Из них два ребенка. Спасатели стараются, но они не всесильны. Поэтому накануне Нового года и Рождества все сотрудники МЧС прежде всего желают всем безопасных праздников. Что, мечтаю? О мире, во всем мире.